Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы сегодня смогли найти время и присоединиться к нашему разбору субботней школы. Сегодня нас ожидает урок, который называется «Сила молитвы. Ходатайство за других». Сегодня вместе с нами в студии находятся Ангелина, Виктория, Вероника, а также наш пастор Александр Болотников. И прежде чем мы приступим непосредственно к самому уроку, я предлагаю обратиться к Богу в общей молитве. Дорогой наш Господь, Великий Отец и Творец нашего мира, мы благодарны Тебе за то, что сегодня мы имеем эту прекрасную возможность находиться здесь вместе, преклоняться перед Твоим величием и опять в очередной раз узнавать что-то новое из Твоего Слова. Мы благодарны Тебе за эти мысли, которые Ты нам посылаешь, за то, что у нас есть определенные тексты, в которых мы можем находить Твои слова, сокрытые для нас. Господи, мы просим Твоего благословения и научения. Молим Тебя во имя Святое. Аминь. Аминь. Сегодняшний урок очень и очень интересен тем, что он относится непосредственно к каждому христианину, который имеет возможность помолиться за ближнего. Памятный стих гласит. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного» Иакова, 5 глава, 16 текст. Мы все знаем, что молитва в нашей жизни, в принципе, очень важная и неотъемлемая часть, потому что без молитвы мы не можем иметь это общение с Богом, которое мы имеем каждый день. Одного чтения Библии недостаточно. Поэтому мы каждый раз можем обращаться непосредственно к Иисусу, к нашему Богу, в любых своих нуждах, в любых своих вопросах или же каких-то трудных ситуациях. И не только мы этим занимаемся, но также и все люди, которые непосредственно становились учениками, когда Иисус учил других людей во время своего служения, они тоже обращались к Богу. И Иисус учил их, как правильно молиться. И также Он им говорил о том, что нужно молиться за других. Если мы откроем первое послание к Иоанну, 5 главу, 14-18 текст, то там очень интересный отрывок. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Вот читая этот отрывок, уже назревает такой вопрос. А что же тогда делать нам, если мы не можем быть уверены в том, что человек совершает грех не к смерти? Ну, это очень вообще интересный текст. На самом деле он очень глубокий, и далеко не все правильно его понимают. Что такое грех к смерти. Например, в традиционной церкви, например, в католицизме, там существует семь так называемых смертных грехов. В православии смертным грехом является вероотступничество. То есть, если человек, по мнению, допустим, православных богословов, или лучше здесь говорить православных священнослужителей, да, перешел в неправославную веру, вот, то это смертельный грех, и все, прощения ему нет. В некоторых случаях, например, смертельным грехом считалось, там, допустим, вот, аборт, да, бывало так, что у меня, например, несколько таких ситуаций было, когда в 90-е годы проводилось много евангельских кампаний, и люди приходили вот тогда в бывшем Советском Союзе, вот, вера в этот марксизм, ленинизм, она развалилась, люди искали веры, люди искали Бога, люди искали его по-разному, и когда мы приглашали на изучение Библии, люди приходили, и приходили ко мне женщины, которые говорят, «А мы можем вообще у вас присутствовать на ваших богослужениях, на ваших лекциях?» Ну-то у нас просто были лекции тогда еще, даже богослужения не было, и вот так вот выглядела евангельская программа. Я говорю, «А почему нельзя? Ну как же?» Я пошла в православную церковь, сказала им, что 20 лет назад я совершила аборт, а в Советском Союзе это было вообще в порядке вещей, не то, что это пропагандировалось, но если там женщина решила таким образом сделать аборт, но проблем, это делалось, никто не... А тут вдруг 20 лет спустя ей в церкви православная, «Ты совершила смертельный грех, все, ты не можешь, тебе нет прощения». И вот используется вот этот текст «Грех к смерти». Вообще здесь есть одна тонкость. Вот я не уверен, что можно это показать на камеру, ну имеет ли это смысл вообще показывать на камеру греческий текст, но когда здесь используется слово, греческий предволок «прос», то он имеет два значения в русском. Можно сказать «к смерти» и можно сказать «до смерти». Вы ощущаете разницу между «к» и «до»? Что значит «к», а что значит «до»? «К для», «до», «до». Я даже не знаю. Ну «к» да, как будто ты подходишь благодаря чему-то к смерти, а «до» это уже вот смерть случилась, и уже... Амин, не случилось, а до того последнего момента, как уже случится смерть, до этого момента. Не, ну, в принципе, смотрите-ка, разница. Когда говорят «грех к смерти», понимается так, что за этот грех будет смерть. Когда... Но если мы говорим именно о различии между «к смерти» и «до» смерти, то здесь уже берется немножко другое понятие, если грех, который приводит к смерти, или грех, который, в принципе, был совершен до смерти. Да, 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 последствия которого тянутся до смерти. То есть вот, в принципе, почему я это говорю, может быть, это я сейчас скажу слишком сложно, но дело в том, что для Иоанна, который пишет это послание, греческий язык – это не его родной язык. И поэтому, когда даже вот, я не знаю, есть ли у вас такие в вашем общении, вы в разное время приехали, но меня часто, вот сюда, в Америку, но меня часто очень говорят американцы, ты говоришь вещи и пишешь вещи, ты думаешь по-русски, а переводишь по-английски. А мы так по-английски не говорим. Я думаю, что это у всех такая проблема здесь есть. Да, 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 у всех эмигрантов мы, как говорится, на раз. Иногда бывает даже с русским, что ты начинаешь переводить с английского, и тоже все путается. Сам себя не понимаешь. Ну да, ну да, потому что невозможно пословно переводить с одного языка на другое. Дело в том, что в еврейском языке есть выражение «грех до смерти». Грех до смерти – это поступок, который человек совершил, последствия которого они будут до смерти. Это не значит, что человек там не имеет надежды на спасение. Абсолютно нет. Я приведу пример простой. Предположим, человек грешил. Ну, предположим, любил выпивку. Пьяный катался на мотоцикле, попал в аварию, забрали его в больницу, вынуждены были ампутировать ногу. Человек покаялся, бросил выпивку, стал верующим по всем вопросам, изменил свою жизнь, все. Но нога уже не принялась. Но нога осталась там в мотоцикле. Вот. То есть есть вещи, которые мы совершаем, есть вещи, которые мы совершаем, то эти вещи нужно просто это понимать. Последствия останутся. Да? Допустим, заключил брак, дети, развелся, жил какой-то жизнью там, заключил второй брак, опять дети, покаялся, стал жить нормально. Ну, куда детей от первого брака? Это же не выкинешь. То есть Бог простил. Точно так же, как тому пьянице. Бог, конечно же, простил, но нога не прощется. Точно так же. Просто это надо понимать, эти вещи, что если человек поступает, делает какую-то вещь, особенно вот в некоторых вещах, особенно касается, например, создания семьи, то это на всю жизнь. То есть, не то, что просто в церкви перед, ну, во время венчания вместе с пастором помолились и сказали на всю жизнь. Оно так и будет на всю жизнь. Разведешься или не разведешься, все равно это будет на всю жизнь последствия. То есть, потому что вот так оно есть. В жизни оно вот так. Ну, тогда в этом тексте, где сказано, что молиться за брата, но только если он совершает грех не к смерти. Но ведь большинство грехов, они, по сути, являются грехами с последствиями в любом случае. Если, особенно, если мы берем грехи, например, взять закон. У нас есть четко написано не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не желай. Но любой из этих грехов, если человек их совершает в любом промежутке своей жизни, они все равно имеют последствия. Получается, что если я буду молиться о человеке, который совершает какой-то из этих грехов, о котором я знаю, и моя молитва будет щетна, потому что эти грехи являются к смерти, по сути. Нет, ну тут же смотрите, тут очень интересный вопрос. Тут же мы начинаем говорить о том, что, значит, вот если вообще взять в свидетельство, вообще первое послание Иоанна, оно такое интересное во многих отношениях, это его заключительный такой вот аккорд, где Иоанн говорит, например, значит, вот прочтите пятая глава, вот с чего начинается, прочтите с пятая глава, с первого по четвертый текст. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего, любит и рожденного от Него, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его, ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сияясь победа, победившая мир, вера наша». То есть у нас здесь еще раз, это уже второй, третий раз в послании Иоанна подчеркивается, что любить Бога невозможно, не соблюдая Его заповеди. И вот дальше, вот в этом контексте нам говорится, если мы не соблюдаем Его заповеди, мы грешим. И отвечая на твой вопрос, Вика, допустим, все ли грехи имеют последствия? Ну, не все, к счастью, не все. Есть вещи, которые мы можем делать ошибки, глупости, жизненные, и Бог, как говорится, нас прощает, слава Богу, и что последствий нет. Ну, предположим, человек там, допустим, ну, зная, что суббота день Господень, а там, понимаете, работа, все, он раз, значит, вышел один раз, другой раз, так вот, относится к субботе несерьезно, очень много, сейчас, сейчас это серьезная проблема, вот здесь, в Америке, она вроде как бы, и гонений нету таких, как там, при Советском Союзе, там, при Хрущеве, не, просто, очень много компаний, которые, ты приходишь на интервью, тебе говорят, как ты работаешь в уикенды, будешь работать, не будешь. Потому что можно хорошо заработать на выходных. Во-первых. И очень востребовано, чтобы работали на выходных. Да, 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 вот, и человек себе, может быть так вот, чтобы заработать, может нет, а вот он понимает, что вот эта работа, он хочет эту работу, а ему говорят, выходи в субботу, ну, он и вышел в субботу, вот, ну, такие последствия. Если человек раскается, на всю жизнь это ему не будет. Возможно, что если он раскается, ему придется поговорить со своим эмплойером, а эмплойер может его уволить. Да, работодатель может его уволить за это. Будет человек сидеть на пособии, будет человек искать, будет человек молиться. Если человек будет, таких случаев масса. Если человек будет верным Богу, то Бог, как говорится, в нужный момент и в нужное время даст ему такую работу, которая не будет для него компромиссом к его вере. Он потом будет рассказывать своим детям, как он выучил урок, на всю, как говорится, на всю жизнь выучил урок, что вот Бог показал. У меня были такие случаи, когда я начинал свои первые шаги в вере. Это, правда, было с экзаменами. Не буду сейчас рассказывать, но суть в том, что разные ситуации. Поэтому здесь как? Вижу, да, предположим, вы знаете этого человека в церкви, допустим, что да, когда в компании работы ему вызывают в субботу, а это не какая-то там вещь, которая жизненно необходима, он идет, смотришь, нету, а ты знаешь, почему его нету. Потому что его вызвали на работу, и он пошел. Что делаем? Мы молимся за него. Ну, потому я и говорю, что вот такие грехи, которые ты понимаешь, что они не до смерти, да, они не имеют последствий, которые будут человека преследовать всю жизнь. Но получается, что вот остальные грехи, обычно это грехи, которые включают в себя не только этого человека и его личное пространство, или же его отношение с Богом. И окружающих людей. Да, то есть это всегда, когда есть третья сторона. И вот почему я и говорила за те грехи, которые описаны во второй части наших заповедей. То есть не кради, не обманывай, не прелюбодействуй, не желай там и все остальное. То есть все, что касается именно другого человека. Эти грехи, они всегда имеют последствия. Но не на всю жизнь. Если человеку повезет, не на всю жизнь. Да, не на всю жизнь. Бывает. Есть грехи, вот допустим, мы привели такой, что вот здесь человек раскаялся, повернулся, последствия не будет. Есть вещи, которые последствия будут, да, типа не желай жены ближнего своего, да. Или не убивай. Ну, я за это вообще не говорю. Я говорю за более приземленные вещи, да. Ходит человек какой-нибудь и действительно может быть она ему отказала, а он все равно по ней сохнет. Она вышла замуж за его друга, а он все равно по ней сохнет. Вот. Начинает писать ей там, куда, в вейсбуке, инстаграме, начинает капать, начинает заигрывать, начинает комплименты. у нее что, то есть, оп, начинается проблема. Так, человек понял, что, наверное, надо остановиться, дай бог, что понял, но тут доверия не будет. То есть, у его друга, который будет знать, что этот друг его к его жене вел себя нехорошо, типа желал его жену, вот, ну, доверия не будет. Это же тоже последствия. Да, это последствия. Но это не на всю жизнь последствия, потому что этот человек, раскаявшись, может куда-то уехать, прекратить это. То есть, дружба такой, как была до этой женитьбы, но оно, может, и не будет. Но, как бы, если человек вовремя остановился от вот этих вот глупых действий безбожных, то оно, как бы, здесь так. Но, вот, то, что я приводил, развод, да, и все. Это, это серьезнее. В данном случае масштаб последствий останется. Если после первого брака есть дети, ты остаешься отцом этих детей, независимо от того, покаялся ты. То есть, тут, тем более, если бы ты покаялся, если все у тебя хорошо там стало с Богом через лет пять-шесть после всего, что ты утворил и ушел из семьи. Но, ты с этим будешь жить, тебе нужно будет новую семью, да, Бог тебя простил, но ты будешь говорить, вот, у меня есть, вот, вот, вот. То есть, как бы, вот это есть, ты его никуда не денешь. И вот, почему молиться, то есть, есть вещи, за которые имеет смысл молиться, да, то есть, мы говорим, если человек падает и боится, что уволят с работы, и поэтому нарушает субботу, за него надо молиться, что Бог дал ему мужество и стойкости, и Бог ответит на молитву, и, соответственно, человек изменится. А если человек, допустим, чей-то друг развелся, оставил жену детей, ушел в мир, там или куда, женился вторым браком, можно молиться, правильно, но не молиться, то есть, даже, ну, то есть, эту ситуацию уже, есть вещи, о которых можно молиться, и имеет смысл молиться, чтобы он пришел, чтобы он покаялся, но некоторые вещи, они не будут изменены, потому что это он себе наделал беду. Интересно, а когда мы молимся ходатайственной молитвой, мы должны в таком случае называть конкретного человека по имени, объяснять в своей молитве, почему мы за него молимся, и какая проблема, именно так, когда она становится ходатайственной, или же можно использовать такие общие фразы, например, как у нас любят многие молиться, благослови всех людей, накорми всех голодных, или... Всех нуждающихся, или всех больных. Знаете, вот тут нужно очень быть нам все-таки фокусироваться на священном писании, и есть вещи, которые вот я слышу, да, ходатайственная молитва, вот, если часто эти разговоры я слышу, но иногда у нас просто недостаточно библейских текстов, которые бы нам бы какую-то форму установили. Такой формы на основании Библии нет. Поэтому как бы здесь нужно очень правильно понимать слово ходатайство. Оно по-русски такое немножечко непростое слово, я с этим постоянно имею дело, потому что, например, очень часто в миру, ну, то есть заберем контекст церковный библейский, берем контекст общий, да, что значит ходатайство в общем контексте. Как вы понимаете, вот, как употребить слово своего рода поручение за кого-то. Защита чья-то. Я вам скажу, в контексте нашей Родины надо решить вопрос. Это надо пойти к такую-то контору, к такому-то начальнику. А как к нему подойти? Ага, у меня есть вот такой-то знакомый, он пойдет к этому начальнику и походатайствует, чтобы мой вопрос решил. Здесь очень непростой вопрос. Это что? Бог, как этот начальник, бюрократ, которого нужно упросить, чтобы он отвечал, тут нам нельзя ни в коем случае впасть в такую крайность, потому что это достаточно типично для православного теологии, например, оправдание, почему люди молятся Богоматери. Я спрашивал, даже священнослужителей спрашивал, зачем вы молитесь Богоматери, потому что у нас есть текст. Смотрите, я вам покажу. Вот у нас откройте 1 Тимофея 2.5 Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Иисус Христос. О! То есть вопрос заключается в чем? Я задаю вопрос, вот у меня этот текст, а почему вы идете к Марии, а еще если не Мария, а еще же есть святые, в католицизме там к святым идут? И ответ один, они ко мне ближе и ко Христу ближе, соответственно я поговорю с Богоматерью, она меня услышит, пойдет к сыну поговорит и мне все будет. Так оно не работает в Библии, вы видите. То есть когда мы говорим о ходатайственной молитве, мне вообще вот именно за других. Мне вообще честно говоря этот термин даже не всегда и нравится. Вот этот термин не значит что Бог допустим вот у нас человек за которого мы хотим молиться он согрешает и типа мы должны идти упрашивать Бога чтобы Бог его не наказал а так Богу типа безразлично просто мы заслужили потому что мы верующие а вот этот недостойный но он же наш друг мы пойдем за него перед Богом походать потому что мы лучше его получается сейчас он упал поэтому мы должны за него молиться а потом он покается раскается верующим и уже если мы упадем он будет за нас молиться такое своего рода знаете обмен молитвами друг за друга это кстати не так плохо потому что так и должно быть наш памятный текст говорит молитесь друг за друг это как раз нормально тут вопрос именно в том что это означает на небесах то есть означает ли что Бог без наших уговоров ничего делать не будет нет это такого такого в писании нет слава Богу этот текст который говорит что у нас един посредник у нас един Бог и един посредник между Богом и человеками то есть именно заступник между человеком и Богом заступник за наши грехи только Иисус является правильно то есть наша ходатайственная молитва это не заступничество да хотя у нас есть я знаю что могут привести текст например такой я сейчас вам покажу вот посмотрите эту историю которая была записана значит в книге Исход когда сделали значит когда сделали золотого золотого тельца и потом еще совершили суд над теми кто участвовал и зачинщики этого и там было три тысячи человек которых были побиты камнями за то что они делали вот и вот что происходит дальше смотрите смотрите Исход Моисей прости им греха если нет изглади меня из книги твоей но мы не можем взять это вне контекста потому что в контексте Бог отвечает того кто согрешил я все равно и сглажу из книги моей и сглажу из книги моей то есть молитва ходатайственная она не предназначена для того чтобы изменить намерение Бога то есть это не ультиматум который мы можем использовать для того чтобы добиться каких-то своих определенных целей то есть если мы видим и хотим для определенного человека каких-то своих желаний и упрашиваем Бога об этом ну да это не способ вот почему я говорю смотрите в язычестве в язычестве вот что такое колдовство да это человек который колдует он не обладает силой но он обладает определенными якобы знаниями как и что какие манипуляции произвести для того чтобы добиться желаемого результата Моисей здесь вот тогда вопрос что Моисей ошибся для Моисея это очень непростой вопрос я не ожидал что вы ответите это это непростой вопрос я может быть даже и сам не 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 отвечу на этот вопрос вот и не дам исчерпывающий ответ потому что это очень такой вопрос тонкий взаимоотношений с Богом он такой очень тонкий его трудно ответить на этот вопрос Бог сказал Моисею говорит ну я из тебя произведу народ Моисей не хочет но что это за разговор подобный разговор есть и у Авраама смотрите бытие откройте бытие 17 глава извините 18 глава вот и здесь Авраама посещает Господь вместе с ним двое ангелов вот а дальше происходит интересный диалог прочитайте бытие 17 а вот не надо 17 с 20 текста значит по 20 ну 26 и сказал Господь вопль седомский и гоморский велик он и грех их тяжел он весьма сойду и посмотрю точно ли они поступают так каков вопль на них расходящий ко мне или нет узнаю и обратились мужи оттуда и пошли в садом Авраам же еще стоял пред лицом Господа и подошел Авраам и сказал неужели ты погубишь праведного с нечестивым и с праведником будет то же что с нечестивым может быть есть в этом городе 50 праведников неужели ты погубишь и не посидишь всего места ради 50 праведников если они находятся в нем не может быть чтобы ты поступил так чтобы ты погубил праведного с нечестивым чтобы то же было с праведником что с нечестивым не может быть от тебя судья всей земли поступят ли неправосудно и что Бог говорит если я найду в городе 50 праведников то я ради них пощажу все место сие то есть что если бы Авраам не сказал Богу вот это вот Бог бы просто так пошел раз и все нет потому что в конце же Авраам он продолжал уменьшать число уменьшать 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 и я точно не помню до какого числа у него дошло до 10 до 10 но там и 10 не оказалось праведников но он же все равно спас семью двоюродного брата так что он не просто взял и сжег весь город из-за того что там не нашлось 10 праведников он все равно как-то пощадил праведников и вывел их из города вы думаете Авраам уговорил Бога это сделать и Бог если бы Авраам не был бы такой настойчивый не поступил бы так поступил бы так а для кого это нужен диалог для Бога или для Авраама как вы думаете для Авраама больше наверное Аврааму нужно было понять насколько вообще намерение Бога по поводу людей намного больше и намного своего рода милосердные потому что Бог будет бороться за человека до последнего и если человек просто отворачивается от него каждый раз то его настигнет то к чему он идет то есть вы видите здесь не вопрос то что Бог Авраам уговаривал Бога измениться а Бог на самом деле такой злой здесь именно вопрос в том что где-то этим разговором вот в самом начале где они начинают говорить что а ну найди найди вот этот текст 17 и посмотрю точно ли они поступают так а чуть выше чуть выше посмотри 17 текст утаю ли от Авраама ну увидишь да что хочу делать она увидит от Авраама точно произойдет народ великий и сильный и благословятся в нем все народы земли ибо я избрал его для того чтобы он заповедался нам своим и дому своему после себя ходить путем Господнем творя правду и суд и исполнит Господь над Авраамом что сказал не-не чуть-чуть ниже и сказал Господь утаю ли я от Авраама раба моего что хочу делать о утаю ли я от Авраама то есть Бог ведет диалог с Авраамом это своего рода испытание чтобы Авраам понимал намерение Божие понимал характер Божий вот то же самое с Моисеем посмотрите исход 32 9 вот всякое вот когда мы говорим о ходатайственной молитве вот Авраам и Моисей пожалуй является примером вот что такое ходатайство и вот на этом мы будем на этом надо строить именно и понимать как это используется в Новом Зайте вот это вот это у нас два библейских персонажа где мы видим они напрямую разговаривали с Богом о других людях ну да тут у нас история о том где Господь обращается к Моисею и говорит что он хочет истребить весь народ да прочтите это очень важно посмотрите 32 9 и посмотрите так так 9 по 14 и сказал Господь Моисею я вижу народ сей и вот народ он жестоковый и так оставь меня да воспламенится гнев мой на них и истреблю их и произведу многочисленный народ от тебя но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал да не воспламеняется Господи гнев твой на народ твой который ты вывел из земли египетской силой великую и рукою крепкую чтобы египтяне не говорили на погибель он вывел их чтобы убить их в горах и истребить лица земли отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего вспомни Авраама Исаака и Израиля рабов твоих которым ты клялся собою говоря умножаю умножу семя ваше как звезды небесные и всю землю сию о которой я сказал дам семени вашему и будут владеть вечно и отменил и отменил господь зло о котором сказал что он ведет его на народ свой о вот вам пример посреднической молитвы вот вам пример посреднической мне трудно себе представить что бы сделал господь если бы Моисей сказал окей господи давай из меня сделай народ а всех остальных убирай вот что будет я даже рассуждать на эту тему не хочу потому что это будет полнейшая спекуляция то есть для Моисея это было как испытание что ли или да но Моисей как будто каждый раз он по максимуму пытается добиться вот каждый раз когда он разговаривает с богом о каких-то вот таких прям знаете самых-самых жгучих проблемах он все равно выжимает по максимуму он просит до последнего либо уже меня убивай со всеми либо там давай вспомни вот то вот то а ты обещал и вот ты тогда так кому-то сказал и везде Моисей упирается он и просил даже яйцо бога увидеть но бог ему только максимум говорит вот ветер услышишь тебя хватит со спины со спины и то и такое ощущение что просто Моисей он знаете настолько смелым был потому что я не думаю что любой другой человек на его месте мог бы вот в такой манере общаться с богом то есть это тоже нужно иметь определенный уровень отношений ну вывода Моисея 34 глава книги второзакония вот смотрите как сказано так вот ты просто затронула второзакония 34 10 прочтите и не было более у Израиля пророка такого как Моисея которого Господь знал лицом к лицу то есть тут как бы есть это особые отношения но обратите внимание вот эти два посреднических молитвы пример у нас есть именно молитва Моисея конкретная да мы ее прочитали и вот у нас есть Авраам который разговаривает с Богом и говорит Моисей просил за своего друга за своего родственника за кого просит Моисей Моисей просит за народ а Авраам но Авраам своего рода просил в общем за праведников за народ за народ за народ почему как вы думаете вот здесь мы видим и Моисей и Авраам обе посреднические молитвы мы видим здесь просят непосредственно Бога за народ в общем в обоих случаях Бог планирует вот грех совершен да грех совершен и там и там но и Авраам и Моисей вступаются за народ единственная разница между тем как Моисей вступается за народ и Авраам в том что Моисей просит за всех он говорит Боже прости им грех их или же и меня тогда убей с ними Авраам говорит хотя бы праведников то есть он не говорит даже за всех он говорит хотя бы праведников убери оттуда из этого города это ты показываешь отличия а чем все таки похоже вот почему и Авраам и Моисей в том или ином виде говорят за народ не задумывались смотрите потому что и тому и другому Бог обещал предлагает из них сделать народ свой да но Содом это совершенно народ чуждый Авраам и Моисей здесь а Моисей просит за свой народ правильно это это его это не просто его народ это веренный ему народ это веренный ему народ Бог его послал к этому народу Моисей не хотел помните как он отказывался я косноязычный я такой если Бог его послал а теперь он ему говорит ну что вот это вот ради то есть вот кстати говоря вы можете то есть у нас есть два примера когда когда вот я про Моисея вот Моисей ему верен народ ему введено ему было сказано выведи его из Египта значит переведи через море получи Тору законы там заветы на Синае вот таким он сейчас занимается приведи в землю и приведи в землю и тут как говорится бабах вот такое понимаете беда это мои и он просит и Бог говорит я уничтожусь этот народ я уничтожу вот а Моисей молится не уничтожай а может быть вы можете привести совершенно такого библейского героя который совершенно противоположно себя повел не приходит вам на ум и он видите здесь Моисей то есть Моисей и Иона это две противоположности интересно первый раз забывался об этом на самом деле и на самом деле Иона тоже своего рода совершал заступническую или ходатайственную молитву потому что он тоже пытался рассказать людям о том что они ведут себя неправильно и говорил им как правильно нужно себя вести да тут непонятно вообще что Иона говорил с одной стороны он пришел как это дошло то есть эта история имеет много загадок потому что в ней не прописано а как вот царь Нины Осирийский принял этого Иону и поверил ну там конечно есть рассказы и предположения о том что дескать есть были вероучения у Осирийцев про рыбу там и он пришел рассказал что его рыба выплюнула от него наверное ей хорошо воняло вот то есть есть разные попы предположения на этот счет как это могло все таки впечатлить но все равно весь процесс для нас не описан да во всех деталях как бы нам хотелось бы это все увидеть именно по Библии хотя в мультиках пытаются детских супер книга о да мультик детства да 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 это любимый и он любимый герой для определенного возраста да но раз уж Бог сам все знает и как бы он спасает людей и хочет как-то помочь всем праведникам то какой есть смысл тогда нам молиться ходатайствовать и ведь есть же ходатай на небе Иисус да получается в чем смысл тогда ага а вот давайте проанализируем почему Бог учил Йону который не молился ходатайственной молитвой за Осирийца он пришел сказал будет уничтожено сидит руки потирает сейчас вам тут будет и не случилось а Моисей вы понимаете ходатайственная молитва она нужна человеку который совершает миссию человек который совершает миссию молится ходатайственной молитвой чтобы Господь прежде всего для него нужна она не для того чтобы уговорить Бога но Бог его послал Бог послал Моисея к сынам Израилевым Бог в какой-то тоже вот даже с Авраамом Бог послал мы Авраама в землю Хананскую и например допустим ну тут тут очень важно я вот сейчас опять приведу пример из моего опыта когда я работал и совершал служение в евангелизме в те годы девяносто там третий четвертый там люди приходили по тысяче а бывали города сложные вот бывает город такой вот берешь с Евангелия работ я начинал служение переводчиком евангелистов приезжал евангелист отсюда из Америки куда-нибудь там на Донбасс очень хорошо тогда там люди слушали мы я помню приехали в город Краматорск с одним евангелистом сняли оперный театр там там никогда в жизни до этого иностранцев не было собрались люди в две смены проповедовали вот и было очень огромное такое успешное крещение и сегодня некоторые люди периодически встречаются мне и говорят а ты помнишь ты был такой молодой мне было тогда 22 года и ты приезжал с Вильмаром Гонсалесом и проповедовал нам и мы там приняли крещение а бывали города сложные ну непростые я помню я приезжал проводил программу на Урале Екатеринбург и вот думаешь как это тоже вроде похожие регионы да там стали литейная угольная то есть промышленные тут совершенно другие люди совершенно другая культура совершенно другой отклик был но тем не менее мы проводили это был не оперный театр это было холодное достаточно помещение температура минус сорок поставили я проповедую в костюме народ сидит в шубах поставили мне воду попить беру я ее она заморожена она замерзла вот чего мы только не натерпелись крестились люди не сотни крестилось меньше я бы не крестелась при такой температуре минус сорок я еле как в шубе минус тридцать два ходила по улицам это минус сорок не переживайте крестились то не не в проруби а в помещении но тот зал который нам предоставили был неотапливаемый ну а какая разница было тяжело но тем не менее были люди сидели я рассказывал людей слушали воспринимаю причем сидели на переднем ряду люди и так и каждый день ходили и приветствовали меня и вопросы задавали а потом я с удивлением обнаружил что они не вышли и не приняли крещение а сидели сзади несколько человек смотрю они все принимают крещение дивно было это для меня и вот мы молились и я думаю вот как-то так мы тогда с супругой были на этой программе еще с нами было преподаватели из ООКС то есть команда студентов из ООКС и мы молились за Екатеринбург и еще раз поехали туда и еще раз то есть вот понимаете к чему я веду посредническая молитва она связана именно с той миссией ее вот у нас есть библейские примеры тех людей которые молились посреднической молитвой за тех людей в данном случае за народ которому Бог их и посылает вот это вот библейский пример посреднической молитвы то есть в первую очередь молитва вот почему Бог говорит Моисею ну я вот все достали меня этот народ так вот грубо говоря да ну сколько можно я их переводил через Черное море а они после этого кричат тай нам есть мы сейчас тут умрем зачем нас ты сюда привел и постоянно постоянно какие-то эти ну и потом раз ну сколько уже можно это Бог Моисею говорит а Моисей так не воспринимает Моисей воспринимает это как свою миссию и он не хочет что то есть то есть вот посредническая молитва она помогает в данном случае увидеть что тот кто совершает вот миссию благовестия он заботится и вот для этого нужна посредническая для нас чтобы мы понимали что вот Бог нас послал и вот этому человеку или там какую-то вот такую вот ситуацию да чтобы вот то есть чтобы мы не оставляли не оставляли не оставляли а делали свою работу настойчиво потому что наш Господь в первую очередь долготерпелив и вот посредническая молитва она в нашей работе благовествования воспитывает долготерпение мы сейчас напомнили один момент в одной из проповедей я услышала один пастор говорил о том что если ты хочешь молиться за другого человека вот такой вот молитвой ходатайственный ты должен стать или быть готовым стать его духовным наставником то есть получается он был прав или ну я вот просто немножечко тогда потерялась думала как так можно стать духовным наставником для другого человека что вообще в это понятие входит ну он правильно говорит может быть духовный наставник это для кого-то звучит слишком громко и человек говорит ой да какой из меня духовный наставник а вот моя мама рассказала мне историю о своей институтской подруге которая попала в церковь нашу после и и и и к ней никто не подошел и вот она была очень разочарована сейчас она не хочет идти в церковь что не было то есть все начинается с простого то есть молишься о человеке приди с ним в церковь потому что я скажу даже я будучи уже в церкви 28-29 лет да в следующем году 30 лет будет с тех пор как мы с Ириной приняли крещение в церкви адвентистов вот но иногда я попадал в ситуации где я оказывался в церкви но прихожу в незнакомый город и оказываюсь в полнейшем одиночестве хуже худшего не придумаешь духовное наставничество Ангелина начинается просто составление компании человеку то есть вот знаешь как история с расслабленным который которому крышу прокопали верные друзья да то есть кто-то должен был занести то есть вот этого часто не хватает понятно теперь я знаю спасибо на самом деле это очень большое преимущество всегда когда у нас в церкви есть человек такой или даже несколько человек которые действительно будут готовиться тебя молиться не просто которые скажут ну держись там удачи тебе ты прорвешься а действительно которые придут домой станут на колени и помолятся и попросят Бога о тебе или о твоей какой-то проблеме если они знают о ней и у нас есть такое преимущество даже в наших семьях потому что мне кажется у каждого человека который в христианской семье вырастает его самые первые скажем так ходат это его родители потому что когда мама с папой молятся о своих детях это же тоже своего рода заступническая молитва до 13 лет по еврейской традиции ребенок в своем спасении зависим от родителей и если родители уходят от Бога то они должны понимать что если у них есть дети до 13 они начинают вести безбожный образ жизни а дети маленькие это может плохо закончиться и для их детей как нам повезло что у нас есть Иисус который всегда ходатайствует за нас кроме наших родителей тоже конечно ну на самом деле он единственный наш ходатай и вот такие всегда мысли когда хочешь в своей молитве упомянуть другого человека то всегда хочется быть уверенным в том что действительно эта молитва достигнет цели а не просто где-то затеряется в общих фразах или же просто окажется не к месту ну достигнет она цели если мы при ходатайственная молитва вот вот что очень важно есть молитвы когда мы предоставляем все Богу например мы находимся в тяжелой ситуации какой-то и что-то мы боимся что с нами что-то произойдет мы предоставляем себя Богу мы в молитве выражаем доверие вот если мы молимся ходатайственной молитвой мы должны быть готовы что-то по этому поводу сделать хорошо а если же допустим у нас есть ходатайственная молитва и мы используем ее так говоря вот как бы в тексте сказано что мы должны именно такой молитвой молиться о нашей власти о начальствующих над нами но при этом должны ли мы просто помолиться и отпустить это все как мы любим говорить на все да будет воля твоя или же все-таки нам стоит активно как-то проявить свою позицию когда это идет речь допустим о каких-то беспорядках или о каких-то ситуациях которые в стране происходят нужно ли нам идти с какими-то акциями или протестами или же ну чтобы знаете как любят люди сказать я зато могу с уверенностью теперь сказать что я сделал все от меня зависящее чтобы добиться справедливости апостол Павел в послании Тимофею вот это первое Тимофею он призывает нас молиться за наше за наше государство не за власть имеющие за наше государство да за правительство это нормальная вещь но в данном случае неправильно называть эту молитву ходатайственной а как мы ее тогда называем да я даже не знаю как ее назвать но это совершенно разные вещи мы когда благовествуем мы не идем через государство это была ошибка ранней церкви но не совсем ранней но вот когда церковь была гонимая когда церковь там в римской империи считали там изгоями там и так далее лидеров христианских общин там колизей там со зверями кидали и все такое требуя отречься от Иисуса эта церковь она была намного более духовно эффективная нежели то что случилось потом когда Константин легализовал христианство то есть однозначно нам Библия говорит смычка церковь государства то что называется теократическое государство да это Израиль библейский ветхозаветний Израиль это было теократическое государство в эпоху судей там же даже царя не было был первосвященник были главы колен старейшины судьи не было царя вот ну хорошо создался царь появился царь но в любом случае бог был царем Израиля то есть непосредственно царская власть она поддерживала да Соломон строил храм значит цари были ответственные за то чтобы то есть царь который был безбожник например как Ахав то он закрывал храм царь реформатор который значит поступал по путям божьим он естественно Иосия то он как бы открывал храм они там и пасху делали и все что это вот то есть это это ветхий завет новый завет он не построен на этих принципах новый завет построен на принципах идите по всему миру не обращайте в христианство там правителей любой ценой а делайте себе учеников Константин же сказал так Римскую империю надо обратить в христианство любой ценой вот а потом когда на Римскую империю начали нападать варвары вот этих всех королей там готов и и вандалов и прочих этих варваров которые в римляне римляне их называли то они обращались в христианство за это надо было платить очень большую цену поступаться огромными серьезнейшими библейскими принципами то есть роль государства за которое мы молимся она ограничена например если мы обращаемся к трудам Елены Уайт ну в некоторых случаях Елена Уайт например поддерживала движение воздержания это во времена начала 20 века где в Америке после золотой лихорадки пьянство так буйствовало что эта нация могла просто разложиться она вместе кстати говоря с другими лидерами христианских церквей то есть она здесь тут есть некоторые наши собратья адвентийские которые чурают со слова экуменизм там как будто это то есть непонятно что и где они это берут непонятно вот ну это я понимаю откуда некоторые берут и делают выводы не совсем правильные да они в каждом движении по отношению к другим конфессиям видят что это будет там устанавливать там закон о воскресном дне то есть поэтому вот мы тут самые Елена Уайт так не понимала я говорю она проповедовала и в баптистских церквах и в других протестантских церквах это была ее позиция по поводу алкоголизма которую мы до сих пор как церковь придерживаемся то есть у нас нулевая толерантность то есть мы не допускаем там выпить чуть-чуть и так далее это все потому что вот это движение о воздержании temperance movement начала 20 века вот причем это было молились чтобы власти чтобы местные конгрессы штатов принимали соответствующие антиалкогольные законы в Америке даже в какое-то время действовал полный сухой закон то есть производство алкоголя стало как говорится незаконным это благодаря вот этому движению воздержания в котором активное участие принимала Елена Уайт вот и некоторые законы до сих пор остаются в некоторых штатах например в штате Нью-Йорк в воскресенье до двух часов купить алкоголь в супермаркете нельзя вот закон остался на бумаге как бы уже сколько времени это как бы вот вот такие вещи то есть в данном случае выходили церкви на демонстрации выражали свое мнение это вполне нормальный процесс потому что я здесь в данном случае говорю о значит той области применения заниматься допустим пропагандой так будем мы молиться за президента Трампа я знаю что многие сегодня американские евангелические церкви они значит занимают очень четко всегда поддерживали республиканскую партию но здесь нет здесь однозначно нет потому что при том что позиция Элены Уайт была мы можем в каких-то акциях участвовать и вот пример против алкоголизма что это было частью вероучения нашей церкви потом например опять же она вдохновляла наших лидеров церковных вот это тоже ее пророческая деятельность бороться за религиозную свободу религиозная свобода это залог того что мы можем свободно проповедовать то во что мы верим и сегодня у нас есть международное общество религиозной свободы в которую входят это тоже экуменическая организация то есть в нее входят конфессии не только христианские да в некоторых странах соглашаются и мусульмане присоединиться и значит иудеи там и потому что опять же мы не за то чтобы церковь руководила государство вот мы за религиозную свободу это была позиция Лена Вайет но политика голосования за ту или иную партию нет нет то есть вот здесь вот мы видим вот такие разграничения и поэтому конечно мы молимся чтобы господь дал мудрости да чтобы не случилось какого-то безобразия но эта молитва ограничена потому что Бог вершит судьбы истории и если Бог что-то задумал о каком-то народе то то есть тут мы уже не поменяем мнение Бога поэтому когда мы молимся да когда мы молимся значит когда Павел пишет Тимофею что на разных местах местах мы чтобы возносились молитвы Господу хорошо то есть это нормально но это не посредническая молитва то есть на самом деле у нас молитва которая ходатайственная за другого человека она происходит именно в тех случаях когда мы это делаем с определенной целью с определенной миссией своего рода да когда мы как Моисей или как Авраам готовы перед Богом заступаться за кого-то и даже немного как мы видим на примере Моисея как он даже ставил перед Богом определенные факты и показывал вот здесь и здесь ты сделал такие обещания и таких обещаний Бог давал много и не только для израильского народа он много всего обещал в священном писании для всех людей он обещал что он будет давать прощение всем кто раскается и попросит этого прощения тем кто придет к нему и поэтому если мы знаем и видим что у нашего родственника или у нашего друга близкого или у кого-то другого из нашей церкви есть какая-то проблема которая именно сейчас может решиться путем нашей молитвы дополнительной молитвы которая подтолкнет скажем так и этого человека развернуться и возможно покажет ему что есть еще другой путь а не тот который он сейчас использует то мы должны это делать да посредническая молитва я лучше ее назову посреднической молитвой нежели ходатайственной потому что скорее всего в английском языке написано интерсессори интерсессори это больше посредническая вот посредническая молитва это вот в этом суть вопрос потому что допустим когда мы говорим уже о ходатайе в небесном святилище Иисусе тут мы переходим уже совершенно в другое измерение тут мы переходим в роль Иисуса как нашего первосвященника вот и здесь уже вступают силу масса как говорится того символизма который происходит во святилище вот поэтому здесь опять же мы ни в коем случае не можем значит использовать слово ходатай ну в том смысле что вот типа Иисус сын он добрый а вот Бог Отец он бы грешника бы взял бы и спепелил огнем своего огня но Иисус приходит и просит Отец не делай того что задумал то есть нам невозможно так Бога искажать характер и вот у нас интересно здесь я хочу показать этот несколько примеров ну вот смотрите где у нас употребляется ходатай по отношению к Иисусу прочтите евреям 9 15 и потому он есть ходатай нового завета дабы вследствие смерти его бывший для искупления от преступлений сделанных в первом завете призванные к вечному наследию получили обетованные то есть вот Иисус в данном случае евреям 9 глава я не буду все читать но здесь до этого написано что он есть первосвященник который с кровью козлов и тельцов воходит в небесное святилище для того чтобы совершить искупление то есть ходатай нового завета это не просто вот типа ходатай это типа такой вот человек которого можно попросить а и без него отец не согласится простить нас то есть это все здесь связано с символизмом святилища но на самом деле вообще слово которое используется в себе греческое оно имеет два значения я сейчас вам покажу другое значение слово ходатай вы будете удивлены прочтите пожалуйста иоанна 14 16 иисус говорит ей пойди позови не иоанна 14 16 и 17 я умолю отца и даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовек духа истины которого мир не может принять потому что не видит его и не знает его а вы знаете его ибо он с вами пребывает и в вас будет о где здесь ходатай вы видите дух истины утешитель то есть вы видите это не просто пойти и у кого ходатай это не тот который уговаривает за нас ходатай утешает нас если мы переходим да да это то есть иисус первосвященник его задача утешить нас и дать нам уверенность в спасении в этом в этом его главная первосвященническая роль вот но апостол Петр пишет нам очень важные слова первая Петра 2.9 но вы род избранный царственное священство народ святой люди взятые в удел дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет свой то есть кто это вы род избранный кто вы кому мы все то есть иисус первосвященник а мы священники совершая ходатайственную молитву за кого-то мы должны быть готовы дать весть утешение тому за кого мы просим ходатайственную молитву очень здорово и на самом деле понимая что библия зачастую сама себя объясняет когда мы читаем один текст а затем им следует за ним другой текст то ты понимаешь и раскрываешь уже с новой стороны даже такие можно сказать привычные нашему уху слова потому что мы в церкви довольно часто слышим иисус ходатай заступник наш и когда это все употребляется не всегда на самом деле это смысл полный раскрывается перед человеком и поэтому я очень благодарна вам всем за то что сегодня мы смогли так порассуждать и обсудить эти все вопросы спасибо ангелине веронике и александру за то что вот эти все темы были подняты и довольно-таки очень хорошо раскрыты я предлагаю сейчас поблагодарить бога за этот урок и за то что мы могли сегодня быть здесь господь когда через эти уроки которые мы сегодня изучаем ты учишь нас быть твоими свидетелями помоги нам правильно применять ходатайственную молитву помоги нам найти тех кому мы могли бы быть утешением ходатайствуя за них перед тобою понимая в этой молитве что ты господи посылаешь нас к этим людям чтобы нести им благою весть во имя Иисуса молим тебя аминь 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 Продолжение следует...